Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Партия «Единая Россия» выдвинула Станислава Катарова на должность главы Ленинского городского округа. Жители блокадного Ленинграда встретились в Совете ветеранов по случаю памятной даты. С каждым поименно мы общаемся, время от времени звоним. Обязательно поздравляем с днем рождения каждого человека. В кинотеатре «Искра» отметили День студента. В жизни предстоит много всяких интересных моментов, но, конечно, студенческая парада самая лучшая. В историко-культурном центре состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие члены фракции единороссов в Совете депутатов Ленинского городского округа, члены политического объединения и его сторонники. Более 70 делегатов, представляющих первичные ячейки партии «Единая Россия» на территории муниципалитета, приняли участие в заседании. На повестке дня стоял один вопрос – о выдвижении кандидата для избрания на должность главы Ленинского городского округа. Исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии Станислав Радченко предложил выдвинуть в качестве кандидата от партии «Единая Россия» на должность главы муниципалитета Станислава Катарова. Со мной, как мы уже здесь познакомились, самое важное, что, я хотел бы сказать, что люди, которые показывают свое стоящее действие на живение Ленинского городского округа, вот такие настоящие дела, они в этом, конечно же, не всегда скрываются и практически не всегда с наилучшей стороны. Напомним, что глава Ленинского городского округа избирается Советом депутатов из числа претендентов. Участники конференции единогласно поддержали кандидатуру Станислава Катарова. Теперь ее должны утвердить в областном отделении партии «Единая Россия». Подмосковье – один из регионов-лидеров по реализации президентской программы социальной газификации. Потенциал до газификации оценивается более чем в 150 тысяч домовладений. На сегодняшний день было заключено 118 тысяч договоров, из которых более 100 тысяч уже было исполнено. На льготное подключение получено 5000 заявок от ветеранов, многодетных семей, семей мобилизованных и других категорий граждан, нуждающихся в поддержке. Кроме того, по программе подключили социальные объекты, школы и больницы. В планах газифицировать населенные пункты, в которых газа еще нет – это 310 поселков. Увеличение производительности газораспределительных станций позволит подключить новых потребителей. На нескольких из них работы уже проведены. 27 января исполнилось 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Герои, прошедшие через тяжелые испытания, встретились в Совете ветеранов Ленинского городского округа, где прошло вручение наград и чаепитие. Ветераны, чье детство прошло в осажденном Ленинграде, встретились вместе за чашкой чая. Они вспомнили то тяжелое время, когда на 872 дня люди остались практически без еды и воды. Их подвиг нельзя забывать. Слова поддержки и благодарности выразила заместитель главы администрации Татьяна Квасникова. Чтобы сегодня мы все выдержали, нам очень важно видеть ваши глаза, слышать ваши рассказы и благодарить вас за то, что вы выстояли, выдержали, за то, что сегодня с нами. В Совете ветеранов каждому герою блокады вручили нагрудный знак, посвященный 80-летию полного освобождения города и памятные подарки от администрации Ленинского округа. Сейчас в Ленинском городском округе 11 жителей, прошедших через блокаду города-героя. Их подвиг всегда будет служить примером стойкости и мужества для других. На каждое значимое событие для них организуют памятные встречи с чаепитием и концертной программой. Каждое мероприятие мы стараемся каким-то образом отметить, обязательно, в обязательном порядке. Вот у нас стенды посвящены, пожалуйста, и Сталинградской битве, и битве под Москвой, и блокадникам Ленинграда. То есть это наша работа. Молодому поколению важно иметь перед глазами пример людей, прошедших через страшные испытания, но отстоявших город до победного конца. Мы знаем каждого поименно и ведем здесь учет. То есть с каждым поименно мы общаемся, время от времени звоним, обязательно поздравляем с днем рождения каждого человека и каждого нашего ветерана войны. Встречу также посетил краевед Алексей Плотников, ставший с автором книги «Поклонимся великим тем годам». В издании описаны подвиги людей Ленинского округа, истории пехотинцев, летчиков, солдат. В ней же были отражены истории ветеранов осажденного Ленинграда. Их воспоминания сохранившиеся на века. В своей книге автор выручил героям блокады. Сколько людей принимало участие? То есть около 20 человек. Мы работали и собирали этот материал около года. Ну, потому что хотелось донести ту правду, которую вы доносите. Ветераны на мероприятии рассказали о том, каким они запомнили осажденный Ленинград, делились переживаниями. Для них в этот день вживую звучали песни военных лет. «Повыше без боя и имя героя, прочли мы на дне котелка». Ветераны отмечают, что внимание для них очень ценно. Каждый всегда рад прийти на встречу, увидеть уже родные лица и вместе поговорить за большим столом. Мне все нравится. Не забывают нас. Да, не забывают нас. Хорошо. Звонят, всегда поздравляют. В Ленинском городском округе продолжат оказывать поддержку свидетелям Великой Отечественной войны. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В продолжение темы. В средней школе поселка Развилка провели литературно-музыкальный концерт под названием «Подвигу Ленинграда посвящается». Его провели в рамках программы «Урок мужества». Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. В дни 80-летия снятия блокады Ленинграда провели множество мероприятий, приуроченных к памятной дате. В средней школе поселка Развилка организовали литературно-музыкальный концерт под названием «Подвигу Ленинграда посвящается». У нас участвуют и хоровые коллективы, подготовившие музыкальные номера, и дети, участники художественных студий, учтецы, ну и ведущие, это старшеклассники. Школьникам напомнили о мужестве, о выдержке людей, которые, несмотря на оккупацию фашистскими захватчиками, пережили тяжелые времена. Строгательной речью обратилась к ученикам директор школы Татьяна Бондаренко. «Подвиг – это преодолеть себя, преодолеть страх, воспитать в себе мужество, воспитать в себе силу воли. Я желаю вам всем, чтобы эта блокада Ленинграда никогда не повторилась в вашей реальной жизни». На концерт пригласили Валерия Бодряшова, который о войне знает не понаслышке. Он сам был участником афганских событий. Сейчас состоит в Совете ветеранов Ленинского округа, а также в фонде правопорядок «ЩИТ». Такие мероприятия проводят в рамках всероссийской программы «Урок мужества». «У нас стоит задача патриотического воспитания. Наши сотрудники фонда ходят в школы, студенческие коллективы. Вот рассказываем, я как участник афганских событий в Афганистане. Не только об этом. Применяем людям, так сказать, школьникам патриотизм». Важными условиями при подготовке и проведении урока мужества является активность самих ребят, их заинтересованность и понимание значимости. «Нужно помнить память о погибших в блокаду Ленинграда, потому что они действительно герои выстояли и так и не отдали фашистам Ленинград». «На самом деле, очень интересно. Я и раньше тоже знал про блокаду Ленинграда, но сегодня я узнал больше намного». Главная цель подобных мероприятий – развитие в подрастающем поколении таких качеств, как мужество и героизм, которые необходимы в современном обществе. Юлия Астаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В кинотеатре «Искра» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню студента. Праздник был организован для учащихся Московского регионального социально-экономического института и колледжа «Московия», а также для всех обладателей студенческого билета. Бесконечные пары, зачеты и экзамены позади. После долгожданного завершения зимней сессии студенты отвлекаются от учебы, чтобы насладиться свободой и весело отметить свой главный праздник. Такой праздник юности, праздник какого-то движа, такого интересного, потому что жизнь, она только начинается, в жизни предстоит много всяких интересных моментов. Но, конечно, студенческая парада – самая лучшая, самая запоминающаяся, и она напитана каким-то особым теплом. Это очень интересно. В нашем колледже недавно прошел концерт, посвященный Дню студента в стиле 90-х. Учителя нам устроили развлекательную программу, станцевали для нас, сделали в виде подарка танец. В кинотеатре «Искра» для виновников торжества была подготовлена большая развлекательная программа. Все желающие могли поучаствовать в квестах, интеллектуальных и настольных играх, и даже посоревноваться в турнире по армрестлингу. От всей души поздравляю вас с этим прекрасным днем. Желаю вам всем удачи в учебе, прекрасных достижений в учебе и хорошего настроения. Самым активным студентам были вручены благодарственные письма за участие в волонтерских программах на территории округа. Волонтерская программа выстроена настолько грамотно, что мы с каждым годом получаем, пусть и небольшой, но прирост молодежи. То есть, если мы сравним 22-й год с 23-м, в 23-м был достаточный прирост молодежи. И самое интересное, что начало года, а у нас уже растут люди, которые вступают в волонтерские отряды, в российское движение, движение первых. Соответственно, я думаю, что к концу года мы выйдем еще на более высокий показатель. Среди награжденных Тигран Мирзаджанян учится на третьем курсе колледжа «Московия» по специальности «Сервис на воздушном транспорте». Молодой человек успешно совмещает учебу и общественную деятельность. Мне эта профессия понравилась с детства, и я вот захотел учиться в нашем колледже. И вот третий курс уже заканчивал в этом году. Работаю уже в аэропорту. В дальнейшем посмотрим, что получится. Мария Пономаренко пока только со стороны, наблюдая за студенческой жизнью, десятиклассница участвовала в организации праздника. Признается, что с будущей профессией, как и с выбором высшего учебного заведения, еще не определилась. Ну, пока что вообще не знаю, куда поступать, мыслей никаких. Очень хочется на разные направления попробовать. То юрист, то следователь, то врач и так далее. Главной частью мероприятия стала, конечно же, дискотека. Музыка звучала в кинотеатре «Искра» почти до вечера. Для студентов сейчас самое время танцевать и веселиться. А зачетку пока можно отложить подальше. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok